доброго времени суток дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня записываю очередное видео но уже о своих глоксиниях наконец-то я до них добралась и в этот сезон я заказывала где-то более 20 сортов глоксинии очень красивые махровые разных расцветок очень красивые некоторые были конечно же с деточками некоторые дали деточек а некоторые как вот здесь вот видно что они вот у них сухие листочки и это кто вот занимается глоксини конечно знает что это не погибший цветочек а внутри здесь земельки для нас секретик есть секретик в виде маленького клубня и я сегодня после работы уже решила немножечко разобрать свои глоксинюшки потому что некоторые листочки вот они стоят здесь еще такие крепенькие хорошенькие ну вот он уже начинает под видать с одной стороны вот он начинает под видать но это как бы естественный процесс но сам вот он крепенький хорошенький некоторые листочки вот они хорошенькие даже ну то есть он стоит и он еще растет он еще растет и ничего в общем это вот когда он еще такой зелененький да не увядающий нет никаких у него признаков что он увядает или еще что-то это говорит нам о том что он вот стоит он растет в нем происходят процессы роста и только вот я жду теперь да потому что когда что то будет с ней уже конкретное происходить видимая это или деточка будет или лист сам будет увеличиваться в размере это значит что увеличиваться в размере не показывая деток это значит что у него там растет колубенечек и затем этот лист может увидать может не увидеть то есть но вот разные такие с ним происходят изменения и это все видно нашему глазу вот и вот эти вот я посмотрела и я решила что я буду это сейчас все перебирать разбирать убирать вот здесь вот он можно сказать вот так вот свернулся да он не свернулся просто вот он увядает по бокам увядает но его вот это основная жила до центр такой она крепенько то есть питание идет глубинечко идет питание деточки нету вот возможно там на деточка нарастает возможно не нарастает и что я хочу сказать вот эти вот листочки до которые были поставлены на укоренение вот нужно ждать можно сказать до последнего вот пожалуйста мы здесь видим что вот деточка да у нас есть деточка здесь мы ее не трогаем мы ей дадим немножечко подрасти вот листик уже увядает вот листик мы тоже не торопимся убирать потому что от него идет питание для клубенька которую внутри потому что у деточки есть клубенечек внутри вот и затем можно его будет уже отделять когда побольше будет можно будет его отделять от листочка от материнского листочка ну вот здесь вот я хочу показать что здесь тоже был пожалуйста вот деточка так что это у нас это у нас криспа метеор это уже моя глоксиния я весной покупала клубень вот я укоренял и листочки здесь вот 28 0 7 месяца июль июль месяц и пожалуйста здесь вот деточка был листочек но вот он сухое то есть он сам отвалился я никаких вот усилий не прилагала деточка жизнеспособная деточка конечно буду ждать когда она подрастет и могу ее уже пустить куда-то дальше вход у меня уже есть такая глоксинюшка а это я смогу уже как-то вот новую хозяюшку для нее поискать вот то есть когда запомните что когда вот для говорю для тех кто может быть впервые встретился да с разведением глоксини решил начать разведение то есть если у вас вот так вот листочки высыхают не торопитесь и стаканчиков вываливать если даже вы вдруг решите вываливать обязательно проверьте что там у вас внутри потому что внутри наверняка клубенечек вот это 99,9 процента потому что листик видите он не сгнивший если бы он сгнил это другой вопрос здесь он сухой то есть он просто вот отвалился засох и наверняка там есть клубенечки я сейчас буду вытряхивать и буду вам показывать что у меня там находится все остальные зеленые листочки у которых нету не деточек вот которые большие но большие знаете если какой-то ценный сорт конечно я их делила на фрагменты очень удачно у меня есть даже видео до когда из одного листочка сняла 10 деточек вот и такое возможно в разведении глоксиней вот будем сейчас вытряхивать вот эти стаканчики и смотреть какие там у нас клубенечки и вот еще один мой ящичек такой с укорененными листочками в zip пакетах все листочки я укореняю в zip пакетах вот ну и не только я потому что глоксинья она очень очень любит парничок очень просто и она прекрасно укореняется и сейчас вот эти вот я листочки тоже буду перебирать буду перебирать здесь есть у меня уже с деточками сейчас покажу ли вот прекрасная деточка здесь и можно будет уже смотреть ее отделять листочек тоже очень хороший вот можно его на фрагменты пустить если сорт ценный и этот ящичек я сейчас тоже буду разбирать вот ну и что-то если здесь интересное будет я вам обязательно покажу вот например укореняла и вот такие большие листы обычно я люблю делить на фрагменты потому что мне это нравится они очень прекрасно укореняются вот но это по моему это сейчас секундочку это криспа метеор опять же моя глоксинья вот очень такие крупные листы сами цветы просто шикарнейшего цвета красно-малиновые так бы я сказала и листочек но я попробовала вот укоренить такой вот большой такой большой лопушечек и вот он стоит прекрасно здесь зип-пакеты они способствуют тому что сохраняется влажность такой вот парниковый эффект здесь вот в основном они у меня здесь еще без деточек парниковый эффект и не надо так часто поливать контролировать конечно надо сейчас вот я их открыла потому что они уже вот ну тоже некоторые вот подсохли все сейчас буду перебирать вот здесь вот стаканчик с высохшим листочком то есть там наверняка клубенечек сейчас буду смотреть буду все показывать вот такие вот листочки у меня на укоренение здесь пожалуйста здесь вот деточка есть вот а здесь сухой листочек буду смотреть буду проверять клубенечки и когда я укоренял и то есть когда листочек только сняла да и в земельку его заглубила зип-пакеты были все закрыты то есть плотненько были закрыты именно для того чтобы был вот этот вот парниковый эффект и они просто великолепно переносили это все укоренение такой вот домик им было очень комфортно и сейчас конечно когда вот они уже такие крепенькие да какие-то с деточками какие-то сами по себе вот большие такие листочки вот я их открыла именно для того чтобы они дышали для того чтобы проветривать для того чтобы они как бы ну даже может быть ускорить до чтобы или там деточки будут или они будут увядать то есть ну как бы результат немножечко мы и подбегаем этим да ну и привыкать конечно вот к воздуху в домашнем уже потому что сейчас в комнате они в квартире летом конечно на балконе сейчас уже холодно так это второй у меня такой вот лоточек с моими листочками укорененными и здесь молодые глаксинюшки вот они у меня растут так стаканах какие-то вот в 200 граммовых стаканчиках какие-то уже здесь у меня в 300 граммовых то есть уже большие такие они вот обязательно ставлю такие вот подпорочки до ведет шпажки и вот эти вот глаксинюшки они просто вот не хотят еще засыпать есть который уже вот видите вот она не сгнила да она именно именно она ушла в сон вот и сейчас тоже я эти вот молоденькие которые вот ушли в сон у меня здесь вот тоже буду все это проверять клубенечки буду убирать и покажу вам сейчас как я это делаю вот это уже близко видите она увядать начинает это она уже засыпает это глаксинюшка эти стоят хорошенькие листочки я ничего не буду с ними делать я никаким образом ускорять не буду этот процесс пусть они сами решают засыпать им или нет вот это вот конечно же розалинда листочки таких ни с чем не спутаешь вот влюбилась я в этот сорт конкретно влюбилась потому что цветы просто шикарные вот и сейчас будем вытаскивать клубенечки